Приветствую вас! Ну, для начала, если выбирать вам особо нещего, то, в принципе, можно было бы и обратиться к тому психологу, которого вы знаете, в том смысле, что даже если вы его знаете лично, это по факту ещё не означает, что человек обязательно плохой, или он обязательно неадекват, или что-то в этом роде. Ещё очень важно понимать, что именно вы вкладываете в эту фразу, что он адекват-неадекват. Понимаете, это первое. Второй момент. Зачем вы, точнее, для чего вы написали свой текст? То есть, чего вы по факту хотите от нас? От психологов чего вы хотите? То есть, вот я не совсем понял. То есть, да, у вас есть определённые проблемы. Да, у вас есть определённые трудности. Да, это правда. Ну, а дальше-то что? Что дальше? Не совсем понятно, что вы с этим хотите делать. Понятно, что у вас есть привязанность к дяде, и понятно, что привязанность эта, она достаточно сильная. То есть, вероятно, вы не просто в нём видите отца, вот. Ну и, вероятно, он вас как-то вот поддерживает, как-то вас подпитывает, как-то придает вам какой-то сил и уверенности. Вот. А сами вы, видимо, на себя-то особо не полагаетесь. Вот. То есть, всё это довольно, знаете, ну так, поверхностно, я бы сказал, в плане построения отношений, я имею в виду. И здесь нужно разбираться. Здесь нужно разбираться. Почему вы решили, например, что, значит, вот, вот вы сильно переживали, да, потому что не знали, будет ли дядя жив или нет. А, вот, что вы, о чём вы переживали? Давайте, вот, по факту, о чём вы переживали? Вы боялись его потерять? Вы боялись, что им что-то случится? Вы боялись, что его не будет? Что конкретно? Вы поймите, пожалуйста, это очень важный момент. Это очень важный момент. Я не шучу сейчас-сейчас. Да? Вот. На основании ваших переживаний можно сделать вывод о том, что вас, собственно говоря, беспокоит. на основании, именно на основании ваших переживаний можно сделать вывод, что именно вы видите на психологическом уровне в качестве своей проблемы. Вот. То есть, если вы боитесь его потерять, то вы боитесь потерять что-то, что он вам даёт. Если вы боитесь потерять что-то, что он вам даёт, значит, этого вам не хватает. Если вам этого не хватает, значит, вам можно и нужно с этим работать, чтобы самостоятельно получать то, что вы, то, в чем вы сейчас нуждаетесь от своего дяди. Потому что, так или иначе, дядя не вечен, да, и когда-нибудь его обязательно всё же не станут, да. Вот. Это нужно учитывать. Это первое. Второе. Значит, так. Я приезжаю к маме девочки, жили мы вместе, но в тот момент она была у неё. Естественно, я ожидал поддержки, которую не получил. Почему вы считаете, что девушка должна была вас поддерживать? Ну, то есть, как бы поддержка это скорее право человека. Это именно право человека, но не обязанность. Понимаете? Вот. 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 Вот этот вопрос опять же к вам. Что девушка, она как бы, она могла бы вас поддержать, но она не поддержала, потому что, ну, не хотела, не могла, не хотела. Так? Вот. Вот. Но по сути, вот по сути и всё. Но должна была, должна ли она была это делать? Понимаете? Какая история? Какой момент? Дальше. На следующий день она рвёт со мной словами, ты будешь всю жизнь один и умрёшь один, как твой дядя. Дядька, у меня так случилось, всю жизнь был, не был брак. И я так полагаю, что своей девочкой вы не доставляли, точнее, не оказывали должного внимания. Судя по всему. Ну, по крайней мере, вот очень на это похоже. Очень похоже на то, что девушка не получала от вас адекватного внимания. Судя по тому, что вы вот пишете, судя по тому, что вы описываете. Девочки обычно рвут с мужчинами вот так, как вот вы пишете именно по этой причине. Вот. Хотя я, безусловно, всех деталей могу не знать и могу ошибаться. А я после этого даже не могу сказать, поскольку стал так уж слышно, что второй, полюбил второй раз в жизни и опять неудачно. Значит, вы проявляете свою любовь и чувствуете любовь, ну, не совсем, видимо, адекватно, не совсем очевидно, не совсем здраво. Вот. И с этим, безусловно, так же нужно разбираться, с этим, безусловно, так же, это так же нужно исследовать. То есть, если вы полюбили вот второй раз и вас неудачно, что-то повторяется жизненный сценарий. Вот. Это очевидно, на мой взгляд. Смотрите, какая история, да, смотрите, какая история. У вас не было отца. Не было отца и, возможно, из-за этого нет адекватной женской модели поведения. Вот. А я, конечно, в этом не уверен. То есть, я не собираюсь утверждать наверняка данный аспект. Вот. Но, скорее всего, так. Как правило. Так бывает. Поэтому предлагаю вам на эту ситуацию смотреть именно через такую призму. То есть, как вы выстраиваете отношения с девушками. Вот. Что вас объединяет с девушками, опять же. Да. Дальше. Значит. Эм. Так. Тут уже ситуацию с дядькой. Дальше события пошли. Дальше. Позирал работу. Месяц был без работы. А почему? Все это время, да и потом. Пытался как идиот. Возобновить отношения. Нарядом взял вверх и попытки прекратил. Хочется было непросто. Еще и по той причине, что она гулять куда-нибудь взяла. Я отказывался. Эм. Для чего вы пытались возобновить отношения? То есть, именно вы это делали для чего? Именно вы это делали чтобы что? Именно вы это делали почему? В чем вы нуждались? В чем вы нуждались до сих пор? Да. Это нужно понимать, это нужно понимать, в этом нужно давать себя отчет. То есть, вы почему-то хотели возобновить отношения. Почему-то. У этого есть причины. И было бы очень здорово, если бы вы эти причины узнали. Возможно, вместе с психологом тогда бы вам было легче, лучше и понятнее то, что с вами происходит. Дальше, значит, так. Хоть так, писала, сейчас это прекратилось. Спустя месяц нашёл работу, неделя работы, там многие ходить не могли. Но это скорее у вас нервы здесь проявляются. Хотя, возможно, вы себя так за что-то наказываетесь. Вот. То есть, возможно, возможно и такая история, возможно и такая история, что вы себя просто за что-то наказываете. Вот. Я, конечно, в этом не уверен, но вполне может быть. Вполне может быть. Дальше, значит, так. Значит, там взяли другого и опять в поиск работы. Это ещё не всё. В своё время пытался сделать бизнес, он прогорел, банки объявились, сумма нормальная. Ну, здесь, Андрей, я могу вам сказать, что если вы занимались бизнесом, да, то очень важен ваш подход. Подход. То есть, какой у вас подход к бизнесу был. Как вы его строили. Ведь очевидно же, да, что, ну, как-то вы его строили, этот бизнес. Ну, и важно, важно, чтобы вы всё-таки эти аспекты для себя поняли, чтобы вы эти аспекты для себя озвучили, осветили и чтобы вам было всё предельно понятно здесь. Дальше. Так, спустя месяц, так, ээээ, так как это единственное, как можно было добиться нормальной дна, ну, то есть, вы пили. Пили от бессонницы. А бессонница была из-за чего? Эээ, сейчас я решил, что всё пить. Хватит, бессонница вернулась, друзья как-то пропали, поскольку если они собираются, то без алкоголя вообще никак, даже на улице прогуляться никак. Это значит, что друзей вы выбираете исключительно только, даже не друзей, а собутыльников. Это значит, что у вас, опять же, нет общего какого-то дела, нет общей деятельности, нет общих каких-то увлечений, да. То есть, то есть, вас, ну, мало что объединяет, видимо. Помимо бессонницы, это апатия, чувство какой-то безысходности. Ну, то есть, вы испытываете давление. Давление, возможно, чувство вины. Вот. Та же история, связанная с наказанием, возможно, имеет место быть. Хотя, я, безусловно, не уверен, не уверен в этом. Но, тем не менее. А, вот. А, дальше, дальше идём. А, значит, так, я пытался себе как-то занять во время безработицы, сделать, например, начал делать ремонт. Хожу на подработки, но всё это тяжело даётся. А что именно тебе тяжело даётся, и как вы ищите работу? То есть, вы вообще по образованию, как бы, кто, какая у вас профессия. Познакомиться, ну, с новыми людьми, значит, попробовать найти себе девочку, всё честно. А как вы, собственно, с новыми людьми знакомитесь? То есть, я хочу сказать, да, вот. Вы пытаетесь знакомиться с новыми людьми, а как? По какому вообще принципу, по какому вообще поводу вы знакомитесь с новыми людьми? Девочку вы хотите найти, а для чего вам девочка, опять же? Что вас объединяется с девочкой? То есть, ну, на каких основаниях вы, вот, сближаетесь с девочками? Как вы девушек, собственно, воспринимаете это вообще? То есть, кто они для вас, девочки? Как вы их видите, девочек? Дальше. Со мной даже общение как-то не так, как раньше, потому что вы себя перестали принимать с таким, какой вы есть. Я просто не хочу говорить ни с кем. Ага. Ну, тут апатия. Апатия как подавление, подавление себя. Все делают сквозь большую силу. А что блокирует? То есть, совершенно очевидно, да, что есть блоки. А что блокирует? Может, есть какой-то антидепрессант, спрашиваете вы? Ну, антидепрессант может быть и есть, только мы не в России, чтобы вам его рекомендовать. Вот, не хочу брать не тот, честных прикологов у нас нет. То есть, у полигменики стал его лично, честно говоря, его адекватность под сомнением. А почему его адекватность под сомнением? То есть, что именно под сомнением? Под сомнением. Ну, вот именно в нем, что под сомнением. В плане адекватности. В общем, такая у меня проблема, я уже не знаю, что делать. Что делать, чтобы что? Андрей. Что ходить по итогу? Пока я у вас вижу вопрос именно в контексте анти... Ну, чтобы вы антидепрессант. Пока я вижу, что вы хотите антидепрессанта. В этом мы вам по понятным причинам, да, не помогло, не поможем. Я надеюсь, вы понимаете, по какой причине. Так что вот, такая история. Такая история. На проблемы ваши я вам указал, а дальше вы уже смотрите сами, что и как вы будете с этим делать. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Пока. Что, давайте рассмотрим тайцы на протяжении 2ocybin.